Ваша организация, а на какое отношение имеет к автоматическому пункту весового контроля? Значит, собственником данного пункта весогабаритного контроля в автоматическом режиме является Архангельск-Автодор. Наша региональная транспортная служба, мы занимаемся, имеем серверное оборудование и программное оборудование. То есть вся информация, она поступает с данного поста, она поступает к нам, и мы занимаемся предварительной обработкой. Что включает предварительную обработку? Предварительная обработка, значит, фотоматериалов. Значит, поступает фотография, формируется акт о превышении весогабаритных параметров, и, соответственно, мы уже смотрим, состыковываем там наличие номерных знаков, по габаритам, по массе. То есть это мы все проверяем, и, соответственно, те фотоматериалы, которые не пригодны к вынесению, да, мы просто выбраковываем. Основной вид выбраковки – это идет нечитаемые номерные знаки. Это водители, проезжая через пост весогабаритного контроля, закрывают ветошью номерные знаки, меняют знаки, снимают знаки, значит, загрязняют, да, но, соответственно, это состав административного правонарушения, сотрудники полиции, они работают в этом направлении, но, к сожалению, не на постоянной основе. 20%, чуть более 20% – это у нас, мы в настоящее время выбраковываем автобусы общего пользования. Это те иномарки комфортабельные, да, то есть Маны, Хундаи, у которых пробивает задняя ось, то есть нагрузка на ось. Но по-нашему, почему мы выбраковываем данные материалы? Потому что, по нашему мнению, это не перевозка грузов, это перевозка пассажиров. И, соответственно, в настоящее время, да, были такие моменты. Изначально сотрудники полиции вынесли порядка 17 постановлений административных в отношении собственников автобуса. И, соответственно, данные собственники, они обратились к нам, обратились в суд города Котласа. В настоящее время уже есть решения, которые вступили в силу, где суд сказал, что да, действительно, это не является составом административного правонарушения. То есть вы говорите, например, мы предполагаем, что вот это брак, это не нужно брать в дальнейшую работу, а сотрудники полиции могут свою позицию какую-то включить? Нет, есть соответствующий ГОСТ, есть соответствующий ГОСТ, на основе которого мы выбраковываем материалы, как я уже сказал, не читаемые номерные знаки, да, транспортные средства, не подпадающие под категорию перевозки тяжеловесных грузов. Ну, то есть есть ГОСТ, на который мы ссылаемся, и, соответственно, ну, единственное, у нас вот сейчас на сегодняшний день есть небольшие разногласия именно по собственникам автобусов, но мы в диалоге с прокуратурой Архангельской области. Владимирович, вот перевозчики жалуются, они считают, что этот пункт некорректно снимает показания, что он недооснащен, что нет боковых камер, что нет информационного табло, которое бы сразу информировало водителя, что он нарушил, что бы надо ему исправить. Вы каким-то образом можете повлиять? Или вот все, сертификация пройдена у этого пункта, и вы работаете с тем, что есть. Как-то можно ситуацию развернуть, да, укомплектовать, я не знаю. Основанием для вынесения постановления по делу об административном правонарушении является свидетельство о поверке. Это свидетельство собственникам Архангельск-Автодором, да, оно получено. То есть оно соответствует всем требованиям, которые необходимы для таких постов весогабаритного контроля. То есть и об этом уже выдан документ, свидетельство о поверке. И что-либо, что-либо говорить и надумывать, додумывать, да, там, это не соответствует, это не соответствует. Ну, я считаю, что это некорректно. Да, в настоящее время по поводу информационных табло, которые будет информировать, да, и которое в настоящее время, оно должно быть в соответствии с установленными требованиями, да, значит, которых не было до установки этого поста весогабаритного контроля, сейчас дооборудуются Архангельск-Автодором, и в ближайшее время эти табло будут установлены. Да, действительно, я согласен с рядом перевозчиков, которые объясняют, что некорректные данные выдает данное специальное техническое средство, но хотелось бы отметить, что некорректность, некорректность, она выдается по вине тех же перевозчиков. Почему? Вот буквально на прошлой неделе мы получили жалобу. Жалоба заключается, что один водитель тяжеловесного транспортного средства, проезжая, проехав два раза, у него различные габариты по длине, по ширине. Когда мы стали уже разбираться, да, действительно, габариты разные, но габариты по одной простой причине, потому что он ехал со скоростью меньшей, которая необходима для проезда через посты весогабаритного контроля. В соответствии с требованиями, перевозчики должны проезжать через пост весогабаритного контроля от 20 до 140 км в час. То есть в этих рамках скоростного режима. Тогда будут показания корректные. Значит, данное транспортное средство в одном случае проезжало со скоростью 7 км в час, в другом случае со скоростью 12 км в час. Естественно, данный комплекс выдал некорректные показатели. Также мы наблюдаем и смотрим, как проезжают, допустим, другие тяжеловесные транспортные средства, и водители пытаются схитрить, обмануть. Да, бывает, получается, обманывают пост весогабаритного контроля, но в редких случаях как раз эти показания иногда и бывают не в пользу того же перевозчика. Да, но перевозчики говорят о том, что если ехать с той скоростью, с какой и надо, там от 20 км и больше, то тогда машина подпрыгивает. И в суде, судья, например, говорит, да, у вас некорректные показания, потому что машина подпрыгнула, и вот габариты и так далее, там все исказилось. Ну, машина сама по себе, она не может подпрыгнуть. Мы разбирались, я также лично разбирался, да, с собственником молоковозов, вельская компания, генеральный директор обратился ко мне, приехал, мы пообщались, да, и у него, когда он заливает молоко, все в нормативе, все в нормативе, причем у него стоят дополнительные датчики контроля по осям, сам он установил уже, да, то есть на транспортном средстве, который также фиксирует, что у него все в рамках норматива установлено, ну, молоко налито, значит, и, соответственно, у него тоже показывает перегруз на переднюю ось. Но когда мы стали разговаривать с водителем, когда мы посмотрели, какие нагрузки, да, то есть все, все, все изучили эту ситуацию, действительно, водитель пояснил, он притормозил, притормозил перед постом веса габаритного контроля в автомате, да, значит, у него жидкость переместилась на переднюю ось, и, соответственно, у него получилось три перегруза, и выписан штраф каждый по 300 тысяч рублей, три штрафа. Что в такой ситуации? Вы аннулируете эти штрафы? Мы не аннулируем, но есть механизм, есть механизм обжалования, то есть когда мы достигаем ясности, ясности, да, то есть мы в таких же нормативах, мы просто взвесили это транспортное средство, молоковозы, да, значит, уже на не, на передвижном транспортном, нашем веса габаритном контроле, и, соответственно, он предоставил этот перевозчик акт в Центр, ну, в ГИБДД, в Центр обработки административных правонарушений, и они вынесли постановление в соответствии с административным кодексом о прекращении дела. То есть механизмы есть, и мы открыты к диалогу. То есть что вы предлагаете, мы предлагаем обратиться к нам в региональную транспортную службу, первично, но я бы хотел отметить, для обжалования постановления административного, да, есть 10-дневный срок. Вот надо уложиться в этот 10-дневный срок. То есть мы, я еще раз хочу сказать, да, что мы не выносим постановление, но порекомендовать, подсказать, правильно, неправильно, по какой причине получились вот эти вот разночтения, да, мы готовы пояснить и разъяснить. А говорить так голословно, что неправильно, это не... Ну, есть документы, которые подтверждают о корректности данного комплекса, о работе корректности данного комплекса. Это свидетельство о проверке. То есть можно говорить о том, что вы, оценив результаты работы вот этого пункта весового контроля, вы удовлетворены итогом, и планы на то, чтобы еще три таких комплекса установить в Архангельской области на региональных дорогах будут реализованы. Да, в этом году, вернее, в 2009-19 году был установлен на подъезде к Каргополю, Далматово-Няндама, Каргополь-Пудаш. В текущем году, в 2020 году, будет установлен тоже весогабаритный пост на выезде, практически на выезде с города Новодвинска. И в следующем году тоже будет установлен в Вильготском районе. Ну, такие у нас планы. Ну, и в дальнейшем развивать весогабаритный контроль в целях сохранности автомобильных дорог. Продолжение следует... Продолжение следует...